всем привет друзья в этом видео хочу показать наш небольшой городок опять прогуляться посмотрите с правой стороны это флеггенхайм флеггенхайм и живут старушки старики так что вот в таких домах дети оплачивают за них но если они сами не могут конечно платить часть государства платит вот такая красивая аллеечка идем в центр здесь с левой стороны такие здания многие которые квартиры выкуплены уже вот строительные работы идут крышу меняет кран привезли поставили все оперативно сегодня у нас выходной очень много стоит машин на стоянке так что все дома праздники здесь находится также бассейн вот так выглядит бассейн внутри небольшой бассейн конечно для нашего городка у хватает там дальше спортивная площадка пола здесь фрае христ льфе гемайнды это свободная крестьянская церковь не знаю какому они относятся крестьяне но здесь столько много разнообразных религий так что звонят колокола красиво такое хали хали это такое здание как бы площадка где можно и по тренироваться и покупаться поплавать ну а напротив у нас гимназия гимназия одна у нас в этом городке юганас хайденхайм гимназиум это в честь одного из знаменитейших горожан юганаса хайденхайм названы красивые цветочки высадили какая у нас центральная улица не сильно длинные для больших городов ну все же центральная а здесь это небольшой магазинчик эдека язык камень такой позе музыкального магазина сейчас его нету все пусто рядом садик и евангелическая церковь такие огромные колокола пиццерия где можно было поесть все закрыто а жаль коронавирус красивое здание с таким проездом во дворик арка это у нас булочная это можно сказать у нас самая центральная площадь на центральной площади обычно проводятся всякие концерты праздники какие-то вечеринки все городские так что здесь все собирается весь бомонд здесь же находится родхаус это как говорится управление всего города муниципалитет так вот фонтанчик работает фонтанчик работает и здесь были в принципе такие склады для боеприпасов вот в общем-то наше население нашего городка 25 тысяч и два огромных градообразующих предприятия это сименс-бош и хайденхайн сименс-бош производит печки микроволновые печки электроэлектрические приборы а хайденхайн электрическое оборудование которое можно мерить какие-то приборы измерительные даже для космоса то есть Продолжение следует... Есть у нас также свой железнодорожный вокзал, который состоит из одной остановки и центральный банк Шпаркаса, хотя здесь есть множество других больших банков. Буква ДБ означает Deutsche Bahn, немецкая железнодорожная линия. Есть у нас здесь достопомечательность, культурный зал Кааньц. Новый, недавно построенный, красивый, современный. Здесь проходят всякие премьеры, концерты, выступления. Здесь у нас также проводятся быстрые тесты на коронавирус. Сейчас народу немного, требуются только документы на вашу личность. Здесь у нас скопление магазинов. Здесь и знаменитые на всю Европу Aldi. Lidl, Hageball Mart. Это строительный магазин, цветочный магазин. Пенни Март. Тоже неплохой магазин. Lidl, Aldi, Hageball Mart. Taco. Это очень недорогой магазин для одежды. Здесь находится медицинский центр TraumMed, где врачи принимают своих пациентов. Здесь есть также и разнообразные врачи, и детские, и терапевты. Здесь показаны какие врачи. Это апотека. Вход с одной стороны, выход с другой. Ради безопасности клиентов. Это все травммент. Тут разные врачи. От зубных до легочников. Ухо, горло, нос. На таком большом парк Плаце, где находится множество магазинов. И такой один из крупнейших магазинов Реви. Супер, супер. Мюллер. Цинта. И, конечно же, Макдональдс. В общем-то, по моему мнению, наш городок травмурует. Тихий городок сам по себе. Без всяких приключений. Каждый работает небольшие фирмы. И два больших, как говорят, заводов. Хайденхайн и БСХ. Остальные мелкие фирмы. Строительные фирмы. Все остальное. Магазинчики, больницы. Мое мнение, мне нравится наш город. Тихий, спокойный, уютный. Очень много многоэтажек в тихих районах. Тихие местечки. Приятно здесь жить. Вот строят новые дома. Новостройки. Прям возле леса. Покажу вам строительную площадку. Везде все чистенько. Я не знаю, как-то мы привыкли уже. Все четко. Напишите в комментариях, как у вас проходят стройки. Все ли так же, как здесь. Друзья, пишите комментарии. Понравилось ли такое видео в таком формате. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Удачи вам всем. Пока-пока. До новых встреч.